Две тройни и 24 пары двойняшек родились в Могилёве только за первую половину этого года. Бэби-бум не ожидается, но статистика радует. Кстати, многодетных семей за последние два года в области тоже стало больше. Почти на две тысячи. Во многом благодаря поддержке государства, в которой ключевое место занимает семейный капитал. Как это работает в нашем репортаже. Сразу не планировали, но все равно сказали, что третий, папа всегда говорил, третий, сын будет все равно. Многодетной семья Мачекиных из агрогородка Вейна стала чуть более года назад. Говорят, всегда хотелось иметь большую семью, теперь хозяйство ведут с пятером. И маленький Никита главный помощник. Вы именно братика хотели или сестричку? Братика. Почему? Ну, потому что сестричка у меня есть, братик нужен. Вырастим, дай бог, здоровье, хозяйство есть свое, хоть никакое. Мама помогает, как бы у нее тоже хозяйство, мы тоже стараемся. И огород где-то что-то, где-то как-то, крутимся, вырастим. Что значит детки для вас? Самое главное. С 2015 года в Беларуси действует указ президента о дополнительной мере господдержки семей, воспитывающих детей. И Светлана, и Игорь – одна из таких семей, что воспользовались правом на получение семейного капитала. Поддержать многодетных родителей – главная цель масштабной государственной программы. Это своего рода подушка безопасности на будущее. 10 тысяч долларов перечисляются на депозит семьи при рождении или усыновлении третьего и последующего ребенка. С начала 2017 года в области открыто более тысячи счетов семейный капитал. В Могилевской области счета семейный капитал открываются в городе Могилеве, Бобруйске, Кричеве, Костюковичеве. Лидерами по открытию счетов семейный капитал на сегодняшний момент у нас являются город Могилев и город Бобруйск. Воспользоваться капиталом семья сможет после достижения ребенком 18 лет. Потратить деньги можно на обучение, социальные услуги, медицинскую помощь, а также улучшение жилищных условий. Зачастую именно благосостояние семьи становится решающим в вопросе, рожать или нет. Ведь всегда хочется, чтобы у ребенка были достойные условия жизни. И такая поддержка государства, говорят специалисты, уже отражается на демографии. Сегодня в семьях могилевчан все больше и больше рождается третьих и последующих детей. Вот, например, в этом году у нас зарегистрирован даже 12-й новорожденный в одной из семей могилевчан. Ну а что касается третьих детей, то практически 300 семей на сегодняшний день зарегистрировали третьего новорожденного в своей семье. Правом на семейный капитал в размере 10 тысяч долларов при рождении третьего и последующих детей с момента действия указа воспользовалась в Могилевской области уже более 4 тысяч семей. Программа «Семейный капитал» рассчитана на 5 лет до 31 декабря 2019-го. А Ника и Лера хотят еще одного братика. Но мама говорит, с этим бы карапузом пока справиться. А там посмотрим. Не в деньгах, счастье в детях. То, что они у нас есть. Две дочки, лапочка, сыночек. Две дочки, лапочка, сыночек.